Друзья, всем привет! Сегодня сделаю обзор такой шикарной кухонной мебели, расскажу вам подробно о ее стоимости, ну и все подкрываем. Для начала вы должны знать, что у нас теперь есть надежные партнеры по мебели, и мы можем вам делать шикарные кухни, даже не обязательно вместе с ремонтом, можем отдельно сделать вам классную мебель, встроенную и кухонную мебель. Поэтому по ссылочке в описании переходите и смотрите у нас цены, 100% гарантия качества и то, что мы не подведем и до конца все доведем, вы нас знаете. Итак, по этой кухне. Стоимость фурнитуры, корпуса и фасадов у нас вышла здесь в 750 тысяч рублей. Почему? Потому что фасады здесь шпонированные, это не ЛДСП, это, друзья, шпон, очень красиво смотрится, шпон, надо понимать, гораздо дороже. Хорошая топовая блюмовская фурнитура стоит, а все верхние фасады, а здесь их немало, кухня на самом деле не маленькая, потому что здесь у нас где-то 2,20 и здесь по этой стене 4 метра. Довольно большая кухня на самом деле. И верхние фасады идут до потолка, потолок у нас 2,65 и все они матовые и сделаны эмалью, видите, никаких здесь не видно вот этих вот боковых кромок, да. Это у нас эмаль матовая, зеленая, очень красивая. Далее, то есть сама кухня, то что вы видите, 750 с фасадами, с фурнитурой и с корпусом, и 150 тысяч ушло на столешницу из искусственного камня. Далее выбрали такую раковину из искусственного камня, мне больше нравится подстольного монтажа, друзья. Лучше переплатите и сделайте, чтобы раковина была вмонтирована на столешницу и снизу приклеена, тогда гораздо проще будет убираться. Фартук около 30-ки вышел, он из каленого стекла белого, очень прикольный. Смеситель сразу с фильтром чистой воды. Очень мне нравится, что здесь белая практичная такая варочная панель, потому что все эти черные глянцевые, постоянно ляпаются, жирные. На белые так это будет незаметно, мне очень нравится такой вариант. И стоит у нас пенал, здесь у нас духовка Бошевская, популярная, часто ее выбирают микроволновка Бош. И здесь у нас морозильная камера и холодильник, довольно просторный хороший холодильник, самсунговский, кстати. Есть встроенная вытяжка, вот она снизу, вы ее видите. Здесь все аккуратно сделано, ой, простите, нажимная часть, видите. И еще осталось место для каких-то там, не знаю, вещей. Далее, очень интересный здесь модуль, и почему еще, да, такая цена вышла, посмотрите, есть довольно дорогая фурнитура, как я вам сказал. Вот такие выдвижные ящики, которые выезжают с самого угла кухни, и то пространство у вас не пропадает. По-моему, это очень интересно, хозяйкам бы такое очень понравилось, посмотрите. Сколько бы сюда можно было всего вместить и спокойно закрыть. Здесь тоже выездной шкафчик. Очень мне нравится, как реализованно вот здесь. Смотрите, мы с вами выезжаем, открываем, и у нас есть доступ к ложкам. То есть, взяли, аккуратно, за эту металлическую, легко моется она, ручку выдвинули, что-то достали. А если вам нужно получить доступ к полости ниже, вот здесь нажимаете кнопочку, это спокойно отодвигаете, и вот у вас еще одна полость. А когда вы ее закроете и откроете снова, у вас будут ложки. Вот такой здесь классный механизм, мне вам очень понравился. Гораздо удобнее, чем когда вы открываете одну, потом вторую, как у многих. Вот этот механизм мне очень понравился. Отблю мы тоже. Далее, здесь находится полноразмерная 60 см ширину посудомойка. Вот здесь, друзья, у кого маленький санузел и стиральная машина не влезает, можете под кухню встроить стиральную машинку. Причем специальную, видите, на нее ставится специальный крепеж, видите, и здесь магнит. И вот таким образом полноразмерная нормальная стиральная машинка прячется у вас в кухне под столешницей. И под раковиной еще посмотрите, для разборного сбора мусора, сколько здесь полостей. Раз, два, три, четыре даже. Еще и пятую можно поставить. И чтобы такие полки можно было сделать, поставили вот такой вот угловой сифон, который продается в Икее. Особо больше нигде не встретишь такие. По-моему, очень классное решение. Ну, а все остальные фасадики у нас скрываются снизу скрытого монтажа. То есть вы за сам фасад берете аккуратненько и открываете. И здесь хорошая брюмовская фурнитура все это дело обслуживает. Здесь у нас для чашечек отделение, для тарелочек. Верхние шкафчики у нас работают с вами. А, один отсюда нажимается, а здесь сверху. Ну, так дизайнер решил, видите. Они нажимные, а эти открываются просто вот таким вот образом. Ну, сейчас не любят в современном ремонте ручки какие-то. Не любят, когда ручек нет. Оцените, пожалуйста, как вам данная кухня. Понравилась или нет. Если вам нужен надежный производитель кухни напрямую, со 100% гарантией ответственностью, как я говорил, переходите в описание. А в комментариях оценивайте эту кухню. Понравилась или нет. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok